Девушки отдыхают На этот раз против Hyundai Accent Какой акцент? Солярис это? Извини, брат, перепутал Короче, у нас Евгений Который первым получил из наших рук Автомобиль Lada Vesta Практически в топовой комплектации С роботом Я хочу показать нашим зрителям Как будет выглядеть программа Большой тест-драйв Если победят педики Педики, если победят Короче, Женя работает в крупной компании Сколько тебе лет, Женя? 23 Как ты устроился в крупную компанию Без опыта работы? Да случайно как-то вышло По блату? Нет, совершенно Ты чем занимаешься? Ну, раньше занимался продажами А теперь? А теперь менеджер Да, брат, несколько слов о твоей тачке Какого года? Какая комплектация? Года машин 14-го Так 1,4 литра Мощность? 106 Ну, то есть сопоставим 107 лошадиных сил И 4-х ступенчатый автомат Значит, брат Почему ты вызвался Быть нашим тестировщиком? Ну, прежде всего На самом деле Больше хотелось Получить от вас Хоть что-нибудь Больше чем Брат Что-ли получить от вас Хоть что-нибудь Надо сначала дать нам Хоть что-нибудь А у тебя ничего нет Ну да За рубль Как бы получить вес Рубль-то он дал? Рубль не дал Сегодня заберем Ребят, это я После теста Давай, давай, рубль Извини Не нашел Посмотрите там Давай посмотрим Короче Ну, давайте Давайте уже к тесту Для того, чтобы не затягивать Давайте внешний вид Первое ощущение От внешнего Давай Первое ощущение Именно действительно От экстерьера От экстерьера Весты Ну, как эта тачка выглядит? Экстерьер мы уже видели Там задолго до Моей встречи с ней Вы ее показывали И так далее Выглядит классно Машинка впервые Выглядит Нормально Брат, он нищий У нее ни копейки Нормально Ну-ка, давай посмотрим Вокруг, да? Что тебе нравится больше всего? Какой элемент Самый классный Удачный В дизайне? По дизайну Я бы Наверное, сказал Перед Если бы только Не такие огромные фары Ну, мы объяснили тебе Почему они такие огромные? Потому что Они хотели удешевить Ну, это понятно Понятно, что Они хотели удешевить А именно поэтому Они такие здоровые Вот были бы чуть-чуть Поменьше Было бы прям здорово Но в целом И все остальные грани Ну, и жопа тоже Корма Корма, окей Да Если бы не было Этих огромных букв С закосом под Вольво Тоже выглядело бы Просто шикарно Ну, буквы Можно отпарить Ты знаешь, брат Ну, в принципе, да Я думал это сделать За 24 часа У тебя какие-то Реально претензии Не к самому автомобилю А именно к внешнему виду Не знаю, о том, как закрываются двери Разумеется Лючок 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 Просто такой колхоз Вот это Лючок под газ Ты помнишь, да? Мы это тоже объяснили Да, да, да Это я слышал Но он очень здоровый И такое ощущение Что он просто может на ветру открыться Хорошо Хорошо Теперь, брат К эргономике Как посадка У тебя РОС 190? Да Как посадка в машине? Посадка Смотря с чем сравнивать Но не хуже, чем в Солярисе Не хуже? Вполне себе По месту, по простору? По месту то же самое Но она больше, например, чем фокус Третий Чем фокус Хорошо Потому что фокус, он Кажется, что он классом выше Но на самом деле Он просто меньше Внутри у него объем Значит, тема с педалями Насколько ход педали тормоза Тебя сразу устроил Газа Насколько? С тормозом Все вполне себе Никаких к нему претензий Но что касается газа Ну это, наверное, больше коробки Робот У него немножко неочевидная работа То есть Алгоритм Алгоритм Да Как вы правильно сказали Те, кто ездил на механике Им проще привыкнуть А я думаю, что те, кто на механике не ездил Они Не поймут Что нужно педаль газа отпускать Ну, как мы говорим, мужики Немножко поддрачивать Да На самом деле Потому что Если ты Педаль решил выжать И думаешь, что она будет ехать Она будет тупить Ну, возможно, первое время Сколько ты проехал на ней? Ну, километров Там 250-300 Ну, тебе можно доверять Давайте я предлагаю Значит, сравним Иваныч Надо сравнить нам Что? Что? Что надо сравнить? Короче, вы едете с мужчиной Влади Веста А я еду за вами в Солярисе И обменяемся мнениями Кружок сделаем Нет, давайте я поеду в Солярисе Мы с вами поедем в Солярисе Так А Сеня поедет с Женей Влади Веста Так Вот мнение А кто мне вопрос из вас будет задавать? Нет, ты давай с Женей Влади Веста Хорошо А я в Солярисе А вы что-то знаете про Солярис? Я просто почувствую Нет, вы просто ничего не знаете Ну, ладно, хорошо Я до сегодняшнего дня думал, что это акцент Поехали Сегодня я узнал все Дай ключ, брат Держи Все, я за вами Ну, небольшой круг мы дадим Вокруг Хадынского поля Для того, чтобы Женя поделился Своими впечатлениями этого автомобиля Ну, давай В чем разница глобальная Между новой Ладой Веста И Солярисом тем же самым? Мне кажется, что главный плюс в том Что глобальной разницы уже нет То есть, если мы будем сравнивать Весту и Приору То здесь достаточно там 30 секунд Да, и в принципе, можно особо ничего не рассказывать А для того, чтобы сравнивать конкретно Как-то тезис на Солярис И Весту Здесь нужно проводить какое-то тестирование Смотреть на каждые отдельные детали Хорошо, по подвеске Есть какие-то вопросы у тебя конкретно Вот к этому автомобилю? Она пожестче, мне кажется Чем у Соляриса? Да, она пожестче Ну, не могу сказать как-то более точно Но чувствуется, что Солярис едет помягче Вот, но так как машина новая И та, и другая У них никаких проблем пока не вылезло Поэтому... Хорошо, как рулится Веста? Рулится вполне себе Эргономически Есть вот какие-то глобальные просчеты Которые тебя напрягли Вот ты там 24 часа за рулем этого автомобиля был Там 200 с лишним километров проехал Ну вот ты остался недоволен Эргономически? Ну, честно говоря... Ну, на что бы обратил внимание конструкторов Просто инженеров, да? Которые занимались В плане салона В целом Надо понимать, какого класса эта машина В целом все устраивает Больше всего Ну, не знаю Это, наверное, мелочь Но крайне тяжело Вставить ремень в этот замочек До него просто не дотянешься Вот, посмотрите Мы как-то не обратили внимание на это Если тебе нужно вытащить Все нормально Ты вот сюда руку вставляешь Справа от подлокотника И щелкнул Он вылетел А если тебе нужно вставить То, соответственно, ты руку должен засунуть Вот в этот маленький промежуточек Ну, либо поднять подлокотник Подлокотник, кстати, у меня не с первого раза Почему-то Получилось зафиксировать Он серьезно болтался Ну, во всяком случае В компании Волкский автомобильный завод Видите, теперь мы называем Нашего производителя компании Значит, пообещали решить проблему С поставщиком конкретно вот этого подлокотника Ну, и вообще Вот эргономически, да Как он фиксируется Потому что очень много вопросов к этому было Второе-то, кстати, собирается делать Не, не в курсе Не в курсе, брат Ну, наверное, это вообще Люксовая комплектация Люксовая, да Ну, еще на что обратил внимание А, да, кстати Катался, купил себе баночку Ротбола Мужики, я не ожидал Что, ну, невозможно ее пить в дороге Либо ты ее держишь в руке Либо ты ее не пьешь Потому что глубина Сей, покажи Вот эти гребаные подстаканники Потому что эти подстаканники Проектировали французы И мы, по-моему, еще в Тоскане Когда только впервые познакомились С этим автомобилем Обратили внимание на то Что, ну, вот они эргономические Они никчемные Ну, то есть Самое главное, что там Не только банку невозможно разместить Да, но и тот же телефон Для того, чтобы бросить То есть Нет, ну, телефон хорошо Он туда, на самом деле, залезает В ту нишу Да Но подстаканники просто никакие Я не знаю Может быть, это для французов Там эспрессо возить У них такие Маленькие Да, 20 миллилитров Но все расплескается В общем, банку или стакан Поставить невозможно Они падают во время движения Только вот во время стоянки Так, это второе Давай, третье Найди нам что-нибудь Еще какие-то минусы У нас же честный тест-драйв Честный тест-драйв Надо подумать Сразу Сразу не помню Обзорность Значит, как тебе видно приборы Я не знаю Мы, наконец, разобрались С нашей магнитолой Ее перепрошили Теперь он не сбрасывает Настройки эквалайзера Ну, да Это я слышал Но если говорить про магнитолу И относить ее там К той же, к эргономике Я, честно говоря Мне не очень понравилось Что когда ты повышаешь Или понижаешь громкость Он делает это с задержкой И ты не можешь Оценить просто Не можешь оценить До какого уровня Тебе нужно поднять громкость Чтобы она была тебе комфортной Я всегда Мне нужно было ее прибавить И я всегда прибавил больше, чем надо И, соответственно, потом убавлял Потому что Короче, не очень точная настройка Уровня звука С задержкой С задержкой С задержкой Зачем нужна эта задержка Я не знаю Ну, вот посмотрите Как Женя работает Педалью газа Никаких проблем у нас С коробкой нет То есть она достаточно плавна Но если мы понимаем Что это просто автоматизированная Механическая трансмиссия Переключается Опять же Вопрос опыта вашего Который вы наработали В автомобиле С механической коробкой передачи Я думаю, что люди Которые ездили на автомате Им просто будет Тяжело Тяжело Они просто не будут слышать Когда машина набирает Те обороты Которые нужны для переключения И, соответственно, наверняка У них будет частая проблема Если они вообще будут покупать Машину на роботе Чего я бы, наверное, не стал делать Пока Скорее всего, взял бы на палке Да, у них будет такой косяк Машина будет крутить До 5-5 тысяч оборотов Наверняка Значит, ребята Первое, на что я обратил внимание Когда сел за руль Этого прекрасного автомобиля Значит, рулевая колонка К сожалению В отличие от нашей комплектации Lada Vesta Не двигается по вылету Только по высоте Сам руль Из того же материала Примерно, что и у Lada Vesta Но более примитивный Сам руль По структуре Нет опор для больших пальцев Все-таки у Vesta Руль как-то в целом посерьезнее Следом Значит, болезнь всех корейцев Ну, грубо говоря Вот этих вот предыдущих лет Выпуска Высокая посадка Высоко сидишь Мы много говорили С производителями Lada Vesta О том, что у них Коротковата сидушка Но в Solaris Добавляется еще и высота Этой сидушки То есть снизить Сейчас Сейчас Да, все-таки снизить Высоту сидушки До того уровня Как в Vesta Не получается Ты сидишь Ощутимо выше И уровень стекла У тебя, грубо говоря Ниже, чем у Vesta Да, ну, общее ощущение Что и в аквариуме Слушай, какие-то болячки У Solaris Есть Вот именно там Я не знаю Детские болезни Потому что я помню На старте продаж У него там проблема была С задней балкой Да, вот этот автомобиль Постоянно кидала Но вот глобально За год эксплуатации Что-то вылезло Совершенно нет Вообще ничего То есть тоже без такой Простой, беспроблемный Практичный автомобиль На каждый день Да, там просто Нечему ломаться Ну, по большому счету Да, там есть какие-то Уже у меня появились Небольшие проблемы с электроникой У меня начал У меня зимой тупит Задний парктроник Он просто перестает работать Как только становится теплее Там где-то плюс Больше плюс 10 Он уже работает нормально Вот, а так в целом Ничего глобального Естественно Что бы ты бы добавил сюда Ну, вот если мы говорим О каких-то опциях Или, может быть Чего здесь не хватает Если сравнивать С тем же Solaris Климата Климат Климат Короче В Solaris Правильный алгоритм Что ли, да Там нет вот такого Количества настроек Режимов работы Да И самого поддува Там все просто И самое главное Что там реальная Климатическая система А не просто вот Кондиционер Как у нас В общем, опять же За дополнительные деньги Она визуально выглядит так же Но это полноценная Климатическая система Так, важно Важно Именно с температуркой Да, да С температуркой Вот здесь Вот здесь цифры выводят Это не принципиально Но это просто приятнее Тем более Когда машина идет Ну, в топе Это не так сложно Добавить Это не такие большие деньги Особенно для заводской сборки Динамика Динамика Если вот По динамике Динамика На роботе Хуже, чем на автомате Solaris Он более приемистый На самом деле Хотя движок По объему Один и тот же Ну, полож Количество лошадиных сил Там 1,4 Ребята у нас 107 лошадиных сил Здесь 1,6 106 лошадиных сил По лошадкам Ну, здесь у нас Фактических 5 ступеней Да В трансмиссии Там 4 Потому что 6-ступенчатый Автомат ставится На топовые комплектации С двигателем 1,6 Там и лошадиных сил Побольше 123 Значит Ну, хочу сказать Что здесь Хорошая шумоизоляция Хорошая шумоизоляция Может быть Даже чуть-чуть Лучше Чем на Везде Зеркала меньше Но они Не Портят Обзорность Да Ну и в целом Как машина ведет себя На дороге Уверенные тормоза Достаточно В принципе Отличий немного У этой машины От Нашей Лады Весты За исключением Тех вещей Которые Я вам Уже Рассказал Ну вот Психологически Вот психологически Какая стоимость У этой тачки Должна быть Психологически Вот ты приходишь Русская тачка По ощущениям Я бы Если база стоила Где-то 450 А полная Стоила 600 Мне кажется Для этой тачки Вот конкретно Уже говоря про Весту Это было бы нормально Мы должны понимать Что сейчас За 400 тысяч Взять такую машину Со всеми этими опциями Но это уже Уже нереально В нынешних условиях Еще пару лет назад Там можно было бы говорить Но сейчас Для этой машины 600 тысяч Это была бы вот такая цена На самом деле В топовой комплектации В топовой комплектации А база Ну где-то там В районе 450 Короче парни Хотите оказаться На месте Жени Пишите нам Он нам написал Значит на адрес Vesta Sobaka Betadrive.ru И получите тачку На 24 часа За символические За символические деньги За 1 рубль И вот таким вот образом Отчитайтесь потом О вашем тесте Все Ну и осталось нам Познакомиться С Серегинами впечатлениями От Соляриса Ну вот Сейчас остановимся И расскажем вам все В целом Все остальное Оформление салона Отделка Все В сопоставимых Ценовых Так сказать Секторах Находится Самый большой плюс Этого автомобиля По сравнению с Ладой Вестой Это конечно Коробка Как не прискорбно Это говорить Единственное Что может быть При том Что здесь Всего 4 Передачи А у Весты 5 То на трассе На большой скорости Там выше 100-120 км В час Я думаю Что мотор Весты Будет чувствовать Себя Лучше Он будет Экономичнее Работать Ну и не забывать Как это будет Происходить на 4 Передаче На больших скоростях У Соляриса Естественно Но что касается Городских Городской динамики Передвижения Когда вам приходится Как сумасшедшему Постоянно ускоряться Тормозить Ускоряться Тормозить Конечно Робот Весты Он будет вызывать Аллергию Мягко говоря У Так сказать Потребителя Да Особенно у того потребителя Который не управлял До этого Ручной коробкой Передач Как сказал Женя правильно И не понимает Саму методологию Работы с той коробкой Здесь можно тупо Не думая ни о чем Давить в тапку В кол И в принципе Получить достаточно Хорошее ускорение Мотор достаточно быстро Набирает 80 км в час Я смотрю Веста подотстала Вот Ну и сам Женя Признался нам Что он Тренировался Где-то в течение Двух часов Управляться С коробкой Роботом От Весты Ну что ж барни Ну и подытожим Мы сегодняшний разговор С Жекой С этим 23-летним Трудоустроившимся Мужчиной Который в тяжелую годину Когда Большинство Среднего класса Говорит Что их всех Нахер поувольняли А этот наоборот Устроился на работу Что ты будешь делать Вот жулик Короче Мы Я прокатился В этом автомобиле Вкратце Я повторю Все что сказал Значит Изменения По сравнению с Вестой Сидишь выше За рулем Да А другие Немножко ощущения Ну Всегда По традиции У корейцев Сидушка была задрана Так сказать Сидишь выше И линия стекла Как бы она опущена вниз То есть В целом У меня лично По ощущениям В Вести сидишь В немножко большем автомобиле Может быть ты не согласишься со мной У меня ощущение Что он чуть побольше Вот только что пересев Пожалуй да Дальше Руль не регулируется В этой комплектации По вылету Сам руль В Вести В базовой уже комплектации Руль регулируется По вылету Значит Сам руль В базовой комплектации Со второго с роботом Сам руль проще По вот Материалу По ощущению То что здесь нет Подпальчных Он проще Значит нет В этой комплектации Я думаю что и вообще нет В этом классе Лимитера Лимитера нет Нет круиз контроля В Вести это есть Вот Ну а что касается Вот в целом Отделки вот этого блока Да Ну я поделился мнением Что эти переключатели Сделаны более фундаментально Более что ли Как бы так сказать Ну крепкие они какие-то С виду У Веста они какие-то Слишком интеллигентские И логика Логика работы И нет этого А и нет этого Подлокотника нет Это тоже Нет ну смотри Жень правильно сказал Ну там Задав опции За 19 тысяч рублей В пакете Можно приобрести Более правильная Организация Работы кондиционера Смотрите Веста у нас С роботом Задний парк Задний парктроник Шарапов Шарапов Переплюнет Задний парктроник Что за зверь такой Дешевле Был обеденное время Был обеденное время И мимо Туда-сюда Ну человек 300 прошли точно Там можно в инстаграме посмотреть Кучу фотографий По геолокациям По хэштегу И так далее Ну там 90% людей Вывод такой Относились скептически к машине Не сидев в ней Не видев ее вблизи И вот практически у всех Этот скепсис Он пропал Они уже понимают Что в этой машине Реально можно ездить И что помимо того Что она заводится У нее есть другие плюсы Что она комфортная У нее есть куча опций Да даже если без опций Ну это совершенно другой автомобиль И это радует Вот как-то так Спасибо тебе брат Спасибо что ты откликнулся Жека должен нам рубль Все ребят пишите Счетчик кстати пошел Сейчас уже рубль 20 Заберите у нас тачку на 24 часа Протестируйте Расскажите про это Да а если кто-нибудь в ней Займется сексом например Снимите видео Снимите видео обязательно Не не надо рассказывать Просто снимите видео Беру Отлично Ну там снять Все пока У него на кармане котлета денег Давай его сейчас здесь Бредушим немножко Возьмем бабки И все Спасибо Женя Пока парни Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok